Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Эльвира Зорина. Итак, сегодня вы увидите. Казанский федеральный университет посетила делегации Туркменистана. В шоуруме прошла встреча на тему проблемы ВИЧ и СПИД. В Казанском федеральном университете применяют метод нейромониторинга. Ученый, преподаватель и видный популяризатор науки Аркадий Курамшин скоропостижно скончался в больнице города Самара. Он был выпускником Казанского университета и всю жизнь посвятил науке. Также активно сотрудничал с нашим телеканалом. Аркадий Искандерович являлся доцентром кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений. Он был любимым преподавателем студентов химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Руководство и весь коллектив КФУ выражает соболезнование семье Аркадия Искандеровича. Курамшина. А теперь к следующим новостям. Казанский федеральный университет посетила делегации образовательных организаций высшего образования и Академии наук Туркменистана. Подробности визита расскажем в следующем сюжете. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация образовательных организаций высшего образования и Академии наук Туркменистана. Гости посетили музей истории КФУ, где им рассказали об этапах возникновения университета и ярких личностей, которые здесь учились. А после этого в зеленом зале прошла встреча с руководством университета, которую провел проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. На сегодняшний день в КФУ обучается 1565 студентов из Туркменистана. Целью визита туркменской делегации является развитие сотрудничества с Республикой Татарстан и ознакомление с достижениями в области информационных технологий. Делегацию познакомили с деятельностью КФУ в области цифровых технологий и цифровой экономики для того, чтобы в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Что вам известно о вирусе иммунный дефицит человека? Еще недавно СПИД приравнивался к смерти. Его называли чумой 20 века. Ситуация изменилась. В настоящее время есть препараты, сдерживающие развитие ВИЧ в организме. Их применение позволяет длительное время поддерживать иммунную систему. На своем примере это доказала Светлана Изамбаева, встреча студентов с которыми прошла в стенах КФУ. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялась встреча студентов с психологом-активистом Светланой Изамбаевой на тему «Проблемы ВИЧ спит в зеркале СМИ». Проблема ВИЧ хорошо изучена на сегодняшний день. И медицина позволяет инфицированным полноценно жить, работать, создавать семьи и иметь здоровых детей. Психолог рассказала, что живет с ВИЧ уже 17 лет и ведет активный образ жизни. Я живу с ВИЧ 17 лет и из этих 17 лет я 13 лет на лечение. Вот мои лекарства, которые я ношу с собой каждый день получается. Я принимаю утром одну таблетку и вечером две таблетки. И эти лекарства, три таблетки в день, позволяют мне жить, радоваться, путешествовать. Большое внимание было уделено отношению общественности к ВИЧ-инфицированным. Светлана Изамбаева отметила, что одной из главных проблем ВИЧ-инфицированных сегодня является дискриминация в обществе и отсутствие поддержки. Очень важным здесь является формирование правильного отношения молодежи к ВИЧ-инфицированным с юного возраста. Для того, чтобы легче и интереснее рассказать об этом, мы создали такую книгу. Это первая книга в Российской Федерации вышла. Это книга «Помощник равный равному», которая рассказывает истории ребят, которые живут с ВИЧ-инфекцией с рождения. Много лет журналистика рассказывала о ВИЧ, что это страшно, что это смерть. Вы, как журналисты, можете рассказывать это интересно. Поддержку можно получить в спеццентре и его филиалах. Там анализ на ВИЧ сдается анонимно. Специалисты центра оказывают комплексную помощь и помогают ВИЧ-инфицированному продолжить полноценную жизнь. С ВИЧ-инфекцией, если при правильном грамотном лечении, человек, который живет с ВИЧ, он не может заразить другого человека, если он пьет препараты. Этому исследованию всего два года. То есть, если человек с ВИЧ-инфекцией принимает препараты, он не может заразить полового партнера, так как у него вирус крови ноль. Помните, что здоровье нации зависит от каждого из нас. Валерия Муратова, Ленарда Влесьяров, Универньюс. В университетской клинике Казанского федерального университета применяются современные методики при выполнении операций. Последние полгода врачи-хирурги университетской клиники КФУ используют метод нейромониторинга. Чем он эффективен, расскажет наш корреспондент Анна Глузунова. В университетской клинике Казанского федерального университета проводится операция на щитовидные и паращитовидные железы, надпочечниках и других нейроэндокринных образованиях. При операциях на органы шеи, несмотря на высокую компетентность врачей, имеется большой риск повреждения возвратного гортанного нерва. Эти операции сопряжены с риском повреждения этого нерва, который ответственен за голосообразование. А при повреждении двух нервов может возникнуть ситуация жизнеугрожающая, когда связки могут сомкнуться и пациент просто перестанет дышать. При операциях на органы шеи в университетской клинике КФУ применяются современные методики. Одним из таких методов является нейромониторинг. Данное оборудование позволяет во время операции проводить некую визуализацию и контроль целостности нерва. Это оборудование, которое позволяет во время операции проводить нам визуализацию. Это в кавычках, потому что она не прямая, а ответ на нейростимуляцию мы можем предположить с вероятностью 99,9% локализацию нерва. Это позволяет его визуализировать в дальнейшем и сохранить. С таким оборудованием методика стала проще, эффективнее и надежнее. Особенно важную роль такой метод играет, когда у пациентов сложный диагноз или возрастает риск угрозы его жизни. Применяется метод нейромониторинга последние полгода. Он значительно облегчает работу врачам, дает больше уверенности хирургу и сокращает время операции. Мы можем провести сканирование этого нерва во время операции и в то же время одномоментно распечатать передачу нерва, то есть импульс от нерва, который говорит специалист о том, что он был идентифицирован и не поврежден, и приложить это к истории болезни. До применения этого метода врачи опирались только на свой опыт и на визуальные данные. Но иногда и этот опыт, и визуальные данные, особенно при повторных вмешательствах, при раке щитовидной железы, он не позволяет идентифицировать полностью. И когда его не было, мы просто разводили руками и шли вслепую в надежде, что, ну скажем так, мы его не повредим. Метод объективной визуализации придал нам уверенность и, скажем, расширил наши возможности при вмешательствах на органы шеи, при больших забах, при раке щитовидной железы, выполнять расширенные операции. Данный метод полезен и начинающим хирургам, которые не имеют в своем багаже большое количество операций. Такая визуализация поможет избежать ранних и интероперационных осложнений. Большое значение на сегодняшний день уделяется и эстетической стороне. Сейчас разработки ведутся для эндоскопического удаления щитовидной железы, либо узлов щитовидной железы из косметических доступов. Это из подмышечных и париолиарных, то есть в области соска делается надрез у женщин, ну и мужчин тоже. То есть останутся рубцы в подмышечной области, где не видно, да, в париолиарной области, где тоже не видно, потому что там переход соска в кожу грудной железы, он эстетически выглядит незаметно. Новая методика планируется применяться уже в ближайшее время, но позволит проводить операции, не оставляя рубца на шее. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Казанском федеральном университете идет подготовка к ежегодному фестивалю День первокурсника. В Казанском федеральном университете идет подготовка к ежегодному фестивалю День первокурсника. Мероприятие состоится со 2 по 10 октября в культурно-спортивном комплексе УНИКС Казанского федерального университета, а 11 октября в Елабужском и Набережно-Челнинском институтах. На протяжении двух недель студенты-первокурсники должны были поставить свои номера, и они сейчас активно готовятся, чтобы показать лучшее. На фестивале собираются самые активные творческие и талантливые студенты. Огромное количество номеров от вокальных и танцевальных до оригинальных постановок творческих объединений и коллективов. Мы будем показывать образовательный форум, который призывает студентов правильно распоряжаться своим временем, в общем, учит вести правильный студенческий образ жизни. По итогам конкурсных дней лучшие из лучших будут награждены дипломами лауреатов и победителей на галоконцерте, который пройдет 24 октября. Наш телеканал Универтв будет вести прямую трансляцию в официальной группе ВКонтакте, а также будет голосование за лучшую конкурсную программу. Эльвира Зорина, Ленарда Влитяров, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok